Всем привет! Начинаю вам снимать новую вышивальную неделю. Я ее начну с набора от Dimensions. Это павлин, который я вышиваю в совместном проекте у Юлии Исайкиной павлины. Ссылочку я оставлю под видео. Всю неделю я вышивала один проект. Каждый день я вышивке не посвящала. Вышивала один проект. Я обязательно его вам покажу в этом видео. Ну а сейчас хочу показать, как продвигается павлин. Вот я уже вышила фрагмент. В предыдущей вышивальной неделе я показывала, что бэк я буду вышивать сразу. Вот как раз уже я закончила бэк на этом участке. Сейчас мне нужно передвинуть пяльцы. Дальше переставить. И вот я вам снимаю отчет, чтобы показать. В комментариях спрашивали, где я взяла такой красивый магнит павлин. Это подарок мне подарили. Я не знаю, откуда этот магнит куплен или самодельный. Но, как видите, он очень подходит, очень красивый и очень крепко держит схему. Ну все. Сейчас буду передвигать. Вот это большое количество полукреста меня утомляет. Здесь много фона вышивается полукрестом. И, конечно же, не фон самое сложное, а вот эти цветы. Вот эти цветы, они действительно утомляют. Быстро меняется нитка, похожие цвета. Но здесь цветочков много. Вот я еще только-только начала их вышивать. А их вон сколько. Сам павлин вышивается очень легко и быстро. Ну, собственно, полукрест тоже несложно вышивать. Единственное, что однообразно. Ну, а по сложности не составляет нисколько труда мне вышивать этот полукрест. Ну, в общем, вот так. Не знаю, буду ли я вышивать его всю неделю или буду чередовать процессы. Вот на прошлой неделе я вышивала леопарда от Dimensions и мне не хотелось отрываться. Я всю неделю вышивала только его. Ну, возможно, я буду эту неделю вышивать только павлина. В общем, загадывать не хочу. Как будет настроение? Вот он мой процесс, который я вышивала всю неделю. Вы, наверное, уже забыли, что у меня есть такой начатый процесс. Пченки просят снять видео обо всех моих процессах, но, девочки, я не могу вытаскивать все свои процессы. Это будет очень такое видео громоздкое. Нужно все вытащить, потом все сложить по местам. А определенного места для моих вышивок у меня сейчас нет. Все в разных углах рассовано. Ну, в общем, ладно, об этом. Не будем на этом заострять внимание. Смотрите, сколько я навышивала. В общем, это достаточно много. У меня был вышит где-то вот такой вот кусочек. Чуть-чуть носик был захвачен. И вот эту вот часть я вышила. Пошивается на конве 14 каунта. Но знаете, что интересно? Почему-то, когда я вышиваю эту работу, мне кажется, что здесь не 14 каунт, а крупнее. Я сейчас замерю, мне самой интересно. Но, возможно, это потому, что конва такая рыхлая, большие дырочки. Кстати, у Dimensions очень жесткая конва. А в этом наборе у меня почему-то не жесткая конва. Это китайский набор, куплен давно. То есть, это не перевыпуск. Это старый набор. Ему уже, ну, сколько? Больше двух лет точно. В общем, да, напомню. Такой леопард. Очень красивый. Я когда его увидела, я просто покой и сон потеряла. Вот такой шикарный леопард. Я не скажу, что он вышивается сложно. Вышивается он очень легко, потому что здесь большие участки зашиваются одним цветом. Все продвигается достаточно быстро. Единственное, вот этот фон вышивался в шесть нитей. И поскольку я первый раз вышивала в шесть нитей, у меня кое-где вот есть такие моменты, как будто затяжки. Хотя, возможно, это уже и затяжки, потому что кошечки мои спали на этом станке. Долгое время этот станок служил гамаком для моих кошек. Я хоть его и накрывала, и я не помню, чтобы они об него чесали когти, но, может быть, такое случилось, потому что раньше я не замечала этих зацепок. А сейчас вот уже две я вчера исправила, заправила, и вот вижу еще две. Спрашивают меня, как я борюсь с кошачьей и собачьей шерстью. Ну, вот такой валик. В принципе, как и все, беру этот валик и вот так собираю. Но если в этой работе некоторые волосинки будут зашиты, здесь это вполне оправданно. Мой леопард будет пушистее, будет более похож на натуральный. Ну, девочки, я люблю животных, у меня паники по поводу волосков нет. Ну, куда деваться? Это жизнь. Ну, вот валик стараюсь собирать вот так периодически. Вот, кстати, стоял на подоконнике, накрыт был полотенцем, но у нас жара, такое солнце яркое. Очень боялась, что выгорят нитки, и вы знаете, нет, они не выгорели. Кое-где было открыто, и были участки, вот тут уголок был открыт, но вроде не выгорело. Вот, но опять же пыль. Как с пылью бороться? Точно так же валиком, то есть мочить не надо, девчонки. Пыль пока сухая, вот так раз-раз, и она хорошо собирается. Вот здесь вот есть у меня небольшое пятнышко, но оно изначально было на конве. Но оно зашьется, здесь полная зашивка, а потом, естественно, я полностью буду стирать работу. Особо сильно я работы своей не стираю, потому что они не загрязняются. Это единственная работа, которая натянута на станке, и вот на ней пыль и шерсть. Единственная работа, которая загрязнилась, поэтому ее буду стирать с каким-нибудь моющим средством. Ну, в принципе, я беру ваниш для цветного белья, и все работы им стираю. Вот, ну, возможно, возьму для цветного белья какой-нибудь порошок. Хотя я не знаю, я вот смотрю на готовую работу, я не скажу, что она как-то выглядит ужасно. Не знаю, если я быстро вышью этот набор, то, возможно, дополнительная стирка не понадобится. Но если я еще буду тянуть с этой работой год или два, то, конечно же, придется стирать, потому что на станке. Вот, девчонки, когда много процессов, а лучше их вышивать на пяльцах. Когда процесс один, то он быстро продвигается, его можно держать на станке. Ну, это я для себя такой вывод сделала. То есть, если натянула на станок, то уж вышивая до конца. Либо снимать. Ну, вот у меня боковая натяжка. Кстати, отличная натяжка, боковая натяжка от Алины. В магазине Мир Вышивки сейчас она есть. Я тогда еще покупала в группе ВКонтакте, это было давно. Тогда еще не было на Мире Вышивки. Сейчас есть там разные расцветки. Очень удобная. И снимать каждый раз вот эту натяжку мне не хочется. Хотя, вот этот станок Иволга от Арабески очень удобный. Здесь клипсы, они очень быстро снимаются. Прям быстро можно снять работу. Но вот из-за того, что я ее еще и здесь натянула, каждый раз отцеплять, чтобы убирать в пакет, мне не хочется. Вообще, все мои работы хранятся в пакетиках, вот в таких вот папочках. И, в принципе, они не пылятся и не пачкаются. Мне очень нравится такая организация процесса в папочках. Вот. Ну, и вы знаете, я не скажу, что на станке мне намного удобнее вышивать, чем на пяльцах. То есть, чередовать это нормально. Но всегда вышивать на станке я не хочу. У меня все равно устает спина. Как только я не усаживалась, я все равно долго просидеть за станком не могу. С пяльцами я могу менять разные положения, а со станком нет. Ну, в общем, девочки, что хочу сказать. У кого нет станка, не расстраивайтесь. Если он есть, хорошо. Если нет, то вы много не потеряли. Хотя у меня разные есть станки, но это больше для того, чтобы поэкспериментировать и снять обзор, о чем-то новом рассказать в своих видео. На самом деле, все равно любимыми у меня всегда остаются пяльца, причем самые дешевые. Вот, пожалуйста, мой процесс от Dimensions, который вышивается на простых пяльцах, которые стоят 30 рублей. По акции в Леонардо куплены за 30, так как они в розничных магазинах 50 стоят. Пластмассовые, не знаю, они у меня не ломаются. Были как-то одни пяльца бракованные, неудачные, но, опять же, разные производители. Вот, по-моему, гамовские. Сейчас уже точно не скажу. По-моему, вот эти гамовские, они более, более, по-моему, крепкие. Так, не буду, ладно, сейчас говорить, потому что точно я уже не могу сказать, какие гамовские, какие подделка. Ну, они китайские, поэтому разные могут быть пяльца разных производителей. Вот, сейчас уже я вам не скажу, какие это. В общем, вот вы сейчас видите мой процесс, моего павлина, которого я показывала в начале видео. И посмотрите, сколько я уже вышила. Как раз эту неделю я вышиваю павлина. То есть, до этого я несколько дней подряд вышивала леопарда, а сейчас я вышиваю павлина. Бэкстич уже у меня сделан. Вот как внизу он у меня сделан. Вот здесь выше уже перышки пошли. Ну, в общем, продвигается тоже достаточно быстро. Набор легкий. Единственное, как я вначале говорила, сложные вот эти цветочки. А вот здесь вот все легко. Но чем сложно вышивать павлина? То, что повторяются фрагменты. Вот эти кружочки, кружочки, и тут еще дальше кружочки, кружочки. Потом нужно будет делать бэкстич. Эти кружочки между собой, перышки соединять. Но это я уже буду отдельно делать другим цветом. Сейчас вот одним цветом я делаю вот этот бэк. А вот эти перышки я оставлю напоследок. Когда полностью работу вышью, то сделаю бэк на этих перышках. Сейчас покажу, как это будет выглядеть. Вот видите, сколько кружочков. И они бэкстичи между собой соединены вот такой вот желтой ниткой. По-моему, в два сложения. Ну, в общем, вот такой должен получиться узор. Пока я только вот эти вот перышки вышила. Только-только дошла вот до этих перышек. То есть, получается, я вышила одну четвертую работу. Четверть работы уже у меня вышита. Ну, в принципе, я считаю, неплохие продвижения. Буквально за неделю. До этого у меня был начат. Там было несколько крестиков сделано. Ну, вот четверть работы у меня вышита. Ну, если, конечно же, еще учесть, что огород. Вот. Я считаю, для лета очень хорошее продвижение. Эту вышивальную неделю я закончу чуть раньше. То есть, если до этого я снимала с понедельника по понедельник или со среды до среды. Сейчас я снимаю с понедельника по пятницу. Суббота, воскресенье мне показать будет нечего особо. Я не планирую в эти два дня вышивать. Поэтому я думаю, что видео смонтирую и выложу так, как есть. Задача моего видео показать вам свои продвижения, сделать отчет по процессам. Ну, показать, что я вышивала. Очень длинные видео пока снимать не буду. Девчонки, честно скажу. Столько у меня было трансляций пятичасовых и 24 часа марафон. И на канале Жили-были я постоянно провожу трансляции. Кстати, сейчас я там тоже провожу трансляции на канале Жили-были. Но снимать очень длинные видео нет времени. Хочется летом отдохнуть. В общем, я решила взять что-то типа отпуска. Но совсем я пропадать не буду. Я просто буду делать короткие отчеты. Еще, конечно, хочется поболтать, снять какой-нибудь тег. Но, девчонки, честно скажу, я не хочу отрываться от вышивки. Поскольку я сейчас не работаю и я так соскучилась по вышивке. Я хочу вышивать. Ну, как-то, не знаю, тратить время на то, чтобы снимать болталку. Пока не хочется. Вы знаете, я привыкла все делать до упаду. Вот когда уже совсем спина отвалится уже от вышивки. Уже не смогу сидеть. Тогда я сяду буду с вами болтать. Я не умею чередовать. Хотя это нужно. Нужно этому учиться. То есть все делать дозировано. Но я, девочки, не умею. Я получаю удовольствие и ловлю кайф, когда я что-то делаю вот так вот много оптом. То есть, вот знаете, прям навышиваться надо вдоволь. Потом наговориться вдоволь. Вот. То есть то отдохнуть вдоволь, то наработаться до упаду. Не знаю. Вот хоть я и устаю при таком образе жизни, но я получаю от жизни кайф. Когда я что-то начинаю менять в своей жизни, то я теряю наслаждение от тех занятий, которые я делаю. Вот не знаю. Всю жизнь стараюсь себя переделать. Но прихожу к выводу, что не нужно так сильно себя ломать. Раз уже до 50 лет уже устоялись такие у меня стереотипы, что вот нужно делать так. Ну, не знаю. Не могу оторваться. Вот вышиваю, вышиваю. Знаю прекрасно, что оторвусь, когда шарахнет давление или прихватит спину. Ну, хочу вышивать, девчонки. Ну, что поделаешь. Ну, видите, какие продвижения. А сейчас, когда я вижу уже, смотрите, что появился уже леопард, и уже сейчас, когда дойдут до половины, то наоборот, мне еще больше хочется вышивать, чтобы когда уже видишь, что ты перечеркнула, уже перешла, экватор, да, перешагнула, пол работы вышито, и ты уже на финишной прямой, там вообще невозможно остановиться, девочки. Там прям уже хочется вышивать и вышивать. Вы знаете, вышивать мне помогает погода. Вот сейчас уже ближе к ночи 25. Вот видите, днем было 34, вчера было 35. И сегодня еще и дождичек шел. Ну, это очень хорошо, что шел дождичек, потому что, ну, сами понимаете, 34, 35, 36 – это очень жарко. И в такую погоду, если куда-то нужно сходить, то только либо рано утром, либо поздно вечером. Днем мы в такую погоду стараемся на улицу не выходить. Ну, и сегодня еще и чуть-чуть был дождичек. Очень было душно при такой температуре, 34 и дождь. Поэтому вот погода помогает мне отложить все мои дела. Мне, конечно же, нужно и на почту сходить, и на рынок надо сходить. Но погода мне как раз в этом помогает вышивать. То есть погода говорит, сиди дома и вышивай. И все дела сделаешь на следующей неделе. А сейчас я сделаю то, что хотела сделать давным-давно. Хотела давно сделать, но почему-то руки не доходили. Я хочу замерить количество крестиков. Не знаю, сколько здесь сантиметров, но это не важно. В общем, я взяла вот такой измерительный циркуль и замерила клеточку. И теперь также замеряю клетку в барсе. Как видите, 9 клеток. То есть в барсе на одну клеточку получается квадрат больше. Я думала, это оптический обман зрения, что канва у леопарда больше. Мы с девчонками обсуждали, и многие говорили, тебе кажется. Ну, наконец-то я проверила. Вот, смотрите, здесь написано так, что здесь написано. Девчонки, кто в английском разбирается? 15 и 12, да? А здесь что у нас написано? 9. То есть здесь канва 14-го каунта. Так. Так, а у леопарда каунт не указан. Ну, в общем, девочки, хоть я и в английском не сильна, но я вам сейчас показала, что каунт у леопарда крупнее, чем вот у этого павлина. А я еще думаю, почему канва вот здесь такая рыхлая, а здесь плотная канва. То есть не только качество канвы отличается, но и каунт канвы отличается. Я вышивала этого леопарда. Я начала вышивать давно. Я вообще еще даже не обращала внимания особо на каунт, что они бывают разные. Все хотела взять и замерить. Ну, наконец-то я это сделала. Действительно, вот здесь канва крупнее. Вот, как видите. Вроде как она и не 10-го, и не 11-го каунта, потому что на 10-м, на 11-м у меня есть подушка. Там вообще огромный каунт. Ну, вот, как видите, все-таки мне не показалось. На одну клеточку действительно вот эта канва крупнее. Вот так интересно получается. У Dimensions, значит, разная основа. Здесь мягкая и рыхлая такая основа, а вот здесь в этом наборе очень жесткая и плотная. То есть основа разная. Я не фанат Dimensions, не знаток. Я не знаю точно, какую именно они канву куда добавляют. Тем более, что даже вот этот набор, Барс, по-моему, это старый выпуск. Но это уже китайский, не американец. Но, опять же, это не принципиально важно. Просто, когда я говорила девочкам, что мне зрительно кажется, что канва вот здесь крупнее, многие говорили, что тебе просто кажется. Ну, вот, мне не показалось. Наконец-то я спустя год замерила и убедилась. И вот смотрите, сколько я уже повышевала павлина. Уже сделала бэкстич. Буду уже третий раз передвигать пяльца. И покажу вам это в следующих видео на следующей неделе. Ну, в общем, что? Не люблю я строить планы, Но хочу за лето закончить этого леопарда. Хочу за лето закончить вот этого павлина. И закончить кружевной букет. Поскольку там у меня уже осталось немного. Но я его отложила, потому что соскучилась вот по этим процессам. Но в кружевном букете я ближе всего к финишу. То есть я не буду сейчас показывать, Потому что в предыдущих видео вы видели, Был прям отдельный ролик про кружевной букет. И я с того момента не вышивала кружевной букет. Но осталось там чуть-чуть. И очень мне хочется повышевать магнитики. Очень хочется сделать броши, Которые с Мир Вышивки посылочку получила. Там броши. Я делала обзор. Но вот прям наслаждаюсь вышивкой крестом. Не хочу вот сейчас сбивать себе охоту. Чтобы темп не сбивать. Если я сейчас начну отвлекаться на что-то другое, То я собью темп. Вот сейчас я вроде стартанула. Хорошо у меня вышивка пошла. Я наверное все это отложу до осени. Ну возможно, не знаю, может быть в августе кое-что и сделаю. Или магнитик, или брошечку, не знаю. Ну вот в данный момент прям хочу и хочу вышивать нитками, крестиком. Даже бисерный процесс отложила, девочки. Не знаю почему. Почему-то бисер не беру. Наверное, следующую неделю нужно начать с вышивки бисером. Тоже хочу вышивать леопарда от Александра Токарева. И очень нравится, какой получается результат. Есть у меня отдельный ролик. И там я уже давно не продвигалась. Наверное, прям возьму и несколько дней посвящу этому дизайну, этому сюжету. Ну понятно, что до осени я его не завершу. Но хотя бы будут какие-то продвижения. Ну в общем, вот такой был мой короткий отчет. Большое спасибо вам за внимание. Если понравилось видео, не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на канал. С вами была Инесса. Всего вам доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok